Очень небесно мы предоставляем тебе это время, просим, чтобы ты благословил твое слово. Оно уже в принципе благословенно, оно всегда благословенно, потому что это слово живого Бога. Проговори нашим сердцам, и мы открываем пред тобой и сердца, и души наши во имя Иисуса Христа. Аминь. Значит, когда мы слышим Евангелие от Матфея, 13 глава, у нас сразу срабатывает рефлекс, как у верующих людей, что речь пойдет о притчах. А притчи – это не что иное, как тайны Царства Небесного. Это тайны. А почему Бог говорит тайны? Почему Бог говорит притчами? Он что, пришел для того, чтобы нас запутать, или для того, чтобы нас как-то наставить и внести какую-то ясность? И тем не менее, Он говорил притчами, а написано, а без притч Он не говорил. Окей? Возникает, естественно, возникает вопрос, почему Господь говорил притчами? У нас два вопроса. Первый – почему Он говорил притчами, и почему Он притчи объяснял своим ученикам? Говорит, вам дано знать тайны Царства Небесного, а им, говорит, внешним, все в притчах. То есть, получается, что им не дано знать тайны Царства Небесного. Сначала кажется, что это как-то даже не совсем и хорошо звучит. Бог прячет, она тайна. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, это Евангелие Матфея 12 глава, как я сказал, для этого нужно вернуться, для этого нужно вернуться Матфея 12 главу. Что произошло в Матфея 12 главе? В Евангелии Матфея 12 главе произошло нечто очень и очень большое, а именно, Иисус Христос, как Царь, был отвергнут, и вместе с Ним было отвергнуто Его Царство. Можете открыть. 12 глава. 12 глава. Это с 22 стиха. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И делился весь народ, и говорил, не сей ли Христос, сын Давида?» То есть исцеление этого, конкретно этого человека, Господь многих исцелял бесноватых и изгонял бесов неоднократно, но именно этот человек, что особенно в этом человеке? Он был и слепой, и немой. То есть обычно, я в Библии этого не читал, но я читал просто другую литературу, я просто расскажу вам, что в то времена изгнание бесов происходило определенным образом, а именно так. Человек говорил, требовал назвать беса, как его имя творит. И после этого, когда он айдентифайт этого беса, то он уже по имени поверевал этому бесу оставить, этому человеку. Такая была последовательность. В данном случае человек был немой. То есть в их понятии, в их глазах это сделать было невозможно. И поэтому он изгнал беса из этого человека, и этот человек стал и говорить, и он стал слышать. И поэтому для них это было невероятно. Это было настолько невероятно, что они стали говорить, неси ли Христос, сын Давида. То есть сын Давида это мессианский титул, это есть мессия. Мессия, потому что такое сделать, изгнать беса из немого, того, который не может говорить, это было уже на уровне мессии, на уровне Христа. Когда фарисеи услышали, что люди стали думать о нем, как о мессии, то тогда они сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силы Вильзиула, то есть князя бесовского. Я не знаю, кто такой Вильзиул, но тут так и написано. Он есть князь бесовский. Больше, в принципе, я даже не хочу ничего знать. Но смотрите, в 25 стихе говорит, но Иисус, зная помышления их, Он им сказал, что всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Меня интересует эта фраза, Иисус, зная помышления их. Какие у них были помышления, как вы думаете? А помышления у них были такие, что они поняли и уразумели, что это и есть Иисус Христос, сын Давида. Они поняли, кто он. И Он, зная их помышления, Он им сказал, что как вы можете говорить, что я изгоняю бесов, бесов? Как бес может изгонять бесов? Они же вместе. Это одна команда. Но если я, 28 стих, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно же, достигло до вас Царство Божие. То есть, Он говорит, что я изгоняю это служение Святого Духа, которое Дух сделал Святой через Меня. То есть, уже здесь и речь идет не о Нем, а здесь идет речь о ком? О Духе Божьем, о Духе Святом. И Он говорит в 31 стихе, что если кто скажет, всякие грехи хула простятся человеком, хула, скобление на Духа не простится человеком. Если даже кто-то скажет на Сына Человеческого проститься, но кто скажет на Святого Духа, кто оскорбляет Святого Духа, то этому человеку не простится. То есть, они, уразумев ситуацию, уразумев Его, тем не менее, они отвергли Его в качестве Царя, потому что, когда Он умер, что было написано там на? Царь Иудейский. Это Царь. Потому что Царство, Царство – это пророчество, которое было дано Давиду, это было дано через пророков, что грядет Царство, Царство Божие. И поэтому они все ждали Царя. Они знали, что должен прийти Царь. В Его лице будет Царство. И они уразумели это. Но они отвергли Его. И они оскорбили служение Святого Духа. И он сказал, что это проститься не может. То есть, Израиль, в данном случае, в лице вот этих вот лидеров, духовных лидеров, они отвергли Царство. Ну и народ, в принципе, тоже отвергли Царство. Но были некоторые, в том числе Его ученики, которые приняли Его как Царя. И в Его лице они приняли и что? Приняли и Царство. Помните пророчество, которое было Давиду, что я произведу сына, и он сядет на твоем престоле, и Царство прибудет вовек. Это вторая книга Царства, седьмая глава. То есть, поэтому и говорят, что это есть сын Давида. Он сядет на престоле своего отца, на престоле Давида. И все ждали этого пророчества. Все ждали исполнения. Все ждали Царя Иудейского. И он, уразумев их помышления, уразумев то, что они уразумели, тем не менее, они не приняли. И после этого, после этого он продолжает проповедь Царства. После этого проповедь Царства меняется, как бы, монокритически меняется. После этого он проповедь Царства говорит только в форме какой? В форме притч, в форме тайны. Но те, которые приняли Царство, он им открывает. Это величайший библейский принцип. И что это за принцип? Тот, кто имеет, тому дано будет. А тот, кто не имеет, отнимется и то, что он имеет. Этот принцип работает везде и всегда. И он работает на уровне церквей, на уровне государств, на уровне личного человека. Если ты имеешь, то тебе будет дано еще больше. Если ты пользуешься, если ты употребляешь те знания, которые Бог тебе открыл, если ты живешь в соответствии с этими новыми знаниями, которые ты получил, то Бог тебе даст новые знания. Если ты знаешь и не поступаешь по удостоверению своего ума и просишь новые откровения, так возникает вопрос, а для чего тебе эти знания? Просто, чтобы знать. А знания не что делают с человеком? Ну, все. Все вы знаете. Знания надмевают. Поэтому он, поэтому он говорит отца, он продолжает, потому что он верный, он пришел исполнить волю отца, он продолжает говорить о царстве, но уже в другой форме. Он отверг, он был отвержен, поэтому он говорит, тем, которые им приняли, пошли за ним, он говорит, уже объясняет. А тем, которые нет, им все в притче. Для чего? Для того, чтобы исполнилось пророчество, которое было в 6 главе у Исаии. Помните? Он говорит, слуха, может, слышите, и будете слушать, и не услышать, и будете видеть, и не увидите, и сердце, и не обратятся, чтобы я исцелила. Понимаете? Вот это вот сбывается пророчество, которое было сотни лет до этого, в принципе, 600-700 лет до этого. То есть царство, он говорит притчами, и притчи, это своего рода наказание за неприятие, это наказание за неверие. Тем, которые отвергли, он продолжает говорить, но уже в форме тайны. Если можешь понять, можешь принять, можешь уразуметь, можешь учувить хоть что-то тут есть глубокое и важное, то хорошо. То ты пойдешь, если ты учуешь что-то, ты пойдешь к нему и сядешь, скажешь, объясни мне эту притчу, объясни мне эту, ты не оттуда будешь идти за ней. Скажешь, ну, человек скажет, ну, как это, это же несправедливо, человеку непонятно. И как я могу принять, и как я могу поверить то, что мне непонятно? Как я могу поверить то, что я не понимаю? Вот если бы не было понятно, вот если бы не разложили по полочкам, я бы в это поверил. Правильно? Так вот хочется сказать такое. Так я вам хочу сказать, что так не работает. Если даже разложить по полочкам, то ты тоже не поверишь. Почему? Потому что ты веришь не потому, что тебе понятно, окей, а ты понимаешь, потому что ты веришь. Я еще раз повторяю. Ты веришь не потому, что тебе понятно, а ты понимаешь, потому что ты веришь. Почему? Потому что если ты веришь, потому что тебе что-то понятно, то вера твоя, она не есть вера. Это интеллектуальная вера. Такой человек вообще не рожден свыше. У него вера и все, что у него есть от Бога или от Бога, это все здесь. И такой человек не рожден свыше. Рождение свыше происходит не в уме, а рождение свыше происходит в сердце, в духе. Поэтому, если ты веришь, потому что тебе понятно, то это не есть вера. Но человек, потому что он верит, поэтому ему становится понятно. Вот такой принцип и такая последовательность. Запомните, вера всегда первична. Вера всегда первична. А все остальное, оно или вторичное, то есть потом уже идет. Помните, написано 2 Петра, в вере покажите что? Добродетель, добродетель рассудительность, задержание, терпение, благочестие и так далее. Но это все начинается с веры. Это все начинается с веры. То есть ты понимаешь, ты веришь не потому, что ты понимаешь, а ты понимаешь, потому что ты духовные вещи, в принципе, понять не можешь. Да, кстати, если можно, в кончике поставьте silent mode. Окей? Все начинается с веры. Слово Божье, которое проповедуется, Слово Божье, которое проповедуется, оно или которое ты читаешь, оно заходит в сознание человека. Слово заходит в сознание, Слово заходит в сердце. Слово Божье заходит в сердце. Человек верит, человек понимает, человек не понимает, это не важно. Потому что Слово Божие – это не простое Слово, это Дух, Слова, который я говорю, есть жизнь и Дух, Христос сказал, Иоанна 6 глава. Оно заходит в твое сознание, и там оно свидетельствует о себе. Христос говорит, что в последний день Слово, которое вы слышали, что? Оно будет судить вас. Еще откройте место, это не закрывайте, откройте Иоанн 1 главу, я вам покажу один стих. То есть человек, который говорит, я вот разберусь, часто мне приходится слышать, я вот разберусь в этом деле, а потом я уверую. Так вот это не работает, этого нет, и быть не может. Нельзя разобраться, чтобы уверовать, но нужно уверовать, чтобы разобраться. Первичная вера, вера всегда все, это то, с чего все начинается, все начинается. От веры ты рождаешься свыше, ты рождаешься в новый духовный мир, и только потом духовные вещи для тебя начинают make sense, понимаете? Только потом, но пока ты не родился свыше, как Никодим этот, это учитель Израиля. Ему Господь говорит, что нужно родиться свыше, он говорит, я старый человек, могу войти в утром, понимаете, о чем он говорит, вообще о чем он говорит. Это же человек, который вырос на Торе, вырос на пророках, он ничего не понимает, с прекрасным образованием, со всеми этими вещами. То есть духовные вещи для человека душевного – это глупости, это безумие, это юродство. Но для этого, для начала нужно родиться свыше. Рождается свыше человек от того, что он уверовал в Слово, вера от слышания от Слова Божьего. Поэтому потом только начинает, укладывается все, потом только приходит какое-то понимание. Даже понимание Богу не подходит, какое-то разумение Божьего. Иван, первая глава, сейчас покажу один стих вам. Я уверен, что вы помните его. Но он мне многое разъясняет. Первая глава, девятый стих. Он звучит так. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Окей? Свет истины – это свет Божий. Он просвещает всякого человека, который приходит в мир. И вот эти люди, которые сказали, что ты делаешь это бесовским духом, ты делаешь это бес, через тебя действуя. Их тоже просветил свет Божий. Нет человека, которого свет истины не просвещает. Слово Божье, оно проникает, оно как меч. Вы помните, оно проникает до разделения духа и души. Оно проникает до разделения духа и души. Даже у неверующего человека. И потом человек принимает решение, что этим… Это слово свидетельствует ему. Оно говорит, что это Бог, что есть Бог. Оно в сознании. От него нельзя скрыться. Но человек принимает решение, или принять это слово, или его не принять. Исходя из каких-то из своих соображений, о которых мы не будем сегодня говорить. И потом это слово будет судить его. Но если человек уразумел, что это работа Бога, что это служение Святого Духа, Речь идет о верующих людях, которые сознательно отвергли, приписали работу Духа, нечистому Духу, зная и уразумев, он говорит, уразумев их помышления, уразумев, что это Сын Божий, что это Сын Давида, то это нехорошо. Они не приняли Царство. Стало об этом все в притчах. А кто принял Царство, то Он им объясняет. Он им объясняет. Самое интересное, что в принципе тут понимать нечего. Когда Бог подает свои истины, тут не надо их понимать. Он не требует, чтобы мы их понимали. Тут нечего понимать. Мы неправильно вообще относимся к Божьим откровениям, к Божьим истинам. Их не понимают. Ты, когда приехал в Америку и стал учить английский язык, ты что, разбирался, почему в английской грамматике, грамматике английского языка, что почему так, например? А почему мы на красный светофор стоим, а почему на зеленый еде? А почему? Объясните мне, почему. Есть какое-нибудь объяснение это? Нет, это такой порядок вещей. Это реальность. Это факт. Это факт. Что Бог должен объяснять мне, человеку, объяснять, раскладывать по полочкам факт, то, что он есть и то, что он реальный. Он есть. Это реально. Тут нечего. Тут не в чем разбираться. Тут нужно принять, смириться к этой реальностью и жить с этим. И все. В чем тут разбираться? Я до сих пор не понимаю. Нет, ты мне объясни. Вот я сам разберусь, потом и уверую. Нет такого. Этот человек не ищет Бога, не хочет Бога. Ему это не надо. Ему это не надо. Когда человек не принимает, когда человек, зная, не принимает, то происходят очень серьезные вещи. Откройте второе послание к фессалоникийцам. Второе послание к фессалоникийцам, вторая глава. Истину не надо понимать. Это не алгебра. Окей? Ее нужно принять. А для этого нужно свериться. Для этого нужно ставить пути свои. Но человек не идет к свету. Почему человек не идет к свету? Потому что дела ему темные. И он не хочет, чтобы свет показывает. Ну, вот темные дела, вот и все, что-то сложное. Он предпочитает, ну, любить тьму, потому что во тьме он может делать свои дела. Ну, говорит, я не могу понять. Вот если я пойму, тогда я поверю. Второе послание кийцам, вторая глава. Смотрите, десятый стих. Это не начало стиха, но нас интересует эта часть. И со всяким неправильным обольщением погибающих, смотрите, погибающих за то, что они не приняли любви истины для его спасения. Это что-то не так много. Фессалоникийцы, вторая глава? Первая, первая Фессалоникийцы. Вторая Фессалоникийцы. Они, почему они погибают? Кто виноват в этом? Потому что они не приняли любви истины. То есть истина, она пришла к ним из-за чего? Какой мотив? Потому что истина любит. Бог любит человека и предложил им истину. И это истина, что она спасает, если человек принимает истину и берет на вооружение все свои жизни. Истина сделает вас свободными. Истина сделает вас спасенными. Это из любви. Истина – это не учение. Окей, истина – это личность. И поэтому личность – это Иисус. Это Иисус. Руководствуясь любовью, Он, серия истины, пришел к людям. Для чего? Чтобы спасти людей. Но они не приняли любви истины. И смотрите, что происходит. Из-за сие, на этом же дело не заканчивается, из-за сие пошлет им Бог действие заблуждения. Если человек не принимает истины, то тогда он будет принимать что? Тогда он будет принимать не истину. Тогда он будет принимать ложь. Но пустое место оно не будет. Не бывает такого в природе. Если ты не запомнишь свое сердце хорошим, оно заполнится без твоего ведома, без твоего согласия. Оно заполнится нехорошим. Но так, чтобы быть им и не там, и не там, такого не работает. Такого не бывает. Они верят в лжи. Поэтому они не приняли Сына Божьего. Так он говорит, а тот, кто придет во имя Мое, говорит, его вы что? Его вы примете. Потому что они уже принимают свое. Это и они избрали. Жалко, конечно. Но я говорю сейчас о принципе. Мы говорим сейчас о тайнах царства. Мы говорили в прошлый раз немножко, что Господь распространяет царство. А сейчас мы пытаемся ориентировать, каким образом царство заходит в человека. Потому что в нас должно быть царство. В нас должен жить царь вместе со своим царством. Я вспомнил Исаии 6 главу. Ну, он цитирует это. Идемте назад. Матфея 13 главу. Матфея 13 глава. Он цитирует Исаию достаточно. Иногда цитаты Светлого Завета, они немножко по-другому. Но здесь он цитирует точно так, как Исаия сказал, по-моему. В 13 главе. Да, 14 стих. Избывается над ними пророчество. Пророчество Исаии, которое говорит, слухом вы слышите и не уразумеете. И глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубило сердце людей, тих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Окей. Значит, чтобы... Где начало проблемы, где ее конец? В чем проблема? Что люди, у них огрубило, что они ушами не видят, и ушами не слышат, глазами не видят, сердце не могут уразуметь. И поэтому они... Потому что они не видят, не слышат, поэтому они не могут обратиться. Или они не обращаются, и поэтому у них и то, и то, и то, и то не работает. Понимаете, что я говорю? Для того, чтобы у тебя глаза видели, и уши слышали, и чтобы сердце разумело, нужно, прежде всего, обратиться к Богу. И после этого у тебя глаза начнут видеть, и уши слышать, и сердце разуметь. Но и мы хотим сначала увидеть, и услышать, и понять, и потом обратиться к Богу. Это тот же принцип, что я раньше говорил. Так не работает. Потому что вера и видение глазами, они никогда не бывают вместе. Вера — это уверенность в невидении. Ни в коем случае я хочу увидеть, а потом я обращусь. Такой человек, даже если он обращается, это не то есть, это интеллектуальное, это эмоциональное обращение. Это вообще не обращение с библейской точки зрения. Нужно к Богу обратиться, такой, какой ты есть, слепой, глухой, с каменным сердцем. Обратись. Ответь на это слово, которое упало у тебя, там не лежит, которое проговорило твоим сознанием, на этот свет, который просвещает всякого человека. И Бог исцелит тебя, и тогда ты сможешь и видеть, и слышать, и разуметь. Я это могу показать во втором послании Коринфянам, четвертой главе. Второе послание Коринфянам, второе послание. Второе Коринфянам, четвертая глава. Смотрите, четвертая глава, третий стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих». Запятая. То есть, кто такие погибающие? «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы». Бог ослепил ум... Бог века сего, то есть, дьявол ослепил умы. «Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не тебя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Шестой стих. Смотрите. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Значит, смотрите, что происходит. «Князь мира сего ослепил наши умы, чтобы мы не увидели, не уразумели, не воссияли, чтобы мы не поняли, кто такой Иисус Христос». Он ослепил умы. Дьявол ослепил умы. Что Бог делает по этому поводу? И как Бог решает эту проблему? Он не просвещает тебе ум. Потому что Бог, в принципе, твоим умом не занимается. Бог, в шестой стих, Он говорит, что «Он повелел из тьмы воссиять свету». Для чего? Чтобы озарить наши сердца. Окей? Чтобы с рождения свыше проезжало в сердце. И потом просветить нас, потом просветить нас познанием, кто такой Господь и что такое жизнь вечная и так далее, и так далее. То есть потом происходит обновление ума. Римляне 12 глава, 2 стих. Который мы преобразовываемся, что обновлением ума, но обновление, обновить духом ума, обновиться. Но Бог работает, приходит в сердце и там делает откровение, там делает просвещение. Свет туда падает. И потом я, я как вначале сказал, я беру эти знания, вооружаю свой ум, припоясавший чресла ума вашего, как Петр говорит в первой главе. Окей? Припоясать чресла ума нашего этим откровением, которое Бог нам открыл где? Именно сердце. Понимаете? То есть, поэтому, когда человек занимается только умом и все здесь умом, этот человек свыше не родился. Он Бога не знает. И это именно то, что произошло с этой категорией людей, которую он описывает в первой почве. Помните? Когда сеял, сеятель вышел, в принципе, меня на эту тему пробовали. Матфея 13 глава, назад, где он тему? Матфея 13 глава. Все, что я говорил до сих пор, это относится к человеку, у кого Слово Божье упало, как бы, алицетария тех, у которых Слово упало при дороге, и оно осталось. Ну, дорога – это то, что утоптано, да? И там, в общем-то, оно не может войти в землю, потому что там твердо. И оно лежит на поверхности. И что произошло? Прилетела птичка, склевало это семя, а это не просто семя, это Слово Божье. И там ничего не произошло. То есть оно осталось на поверхности, оно не пошло внутрь. Оно осталось здесь. Голова, ум – это поверхность. Оно должно глубже уйти туда. Слово Божье корень здесь в интеллекте не пускает. Это не место для корня. Слово должно жить у нас здесь, мы должны обновлять свой ум и мыслить, мыслить по-новому в соответствии с Писанием, но корня здесь не бывает. И вот то, что произошло вот с этим человеком, ну, с этой вот людьми, которые, когда он съел, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали его. Нам не нужно думать, потому что он сам объясняет, он сам объясняет, что это значит. И когда к нему пришли ученики, то он сказал, что вам дано знать тайны царства, а им не дано. Поэтому говорю и причины. И вот он говорит, что ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему, смотрите, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце. Значит, Слово-то посеялось в сердце. Слово-то Божье посеялось в сердце. Я вам говорю, что Слово Божье, оно проникает, оно идет в сознание, оно не идет в твой интеллект, оно идет туда, в самую твою суть, во внутреннего человека. Но его там нужно принять. Его там нужно embrace, как они говорят, американцы. Его нужно принять. И тогда оно произведет плод. Тогда ты родишься свыше, и оно начнет, ты начнешь мыслить по-новому. Ты начнешь мыслить по-новому. И так человек преображается обновлением ума от того откровения, которое ты получил именно в сердце. И вот это слово, оно было посеяно да в сердце. И оттуда его пришел лукавый украд. И в принципе, все, что я говорил до сих пор, это относится именно вот к тому, что, к тому, к тому, который, к семени, которое было, упало при дороге. Вторая почва. Вторая почва. Опасение на ковенистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью его принимает его. Видите? Но не имеет себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Значит, мне интересует здесь, мне понравилось слово тотчас. Оно тотчас он принимает и тотчас он его оставляет. Шустрый очень. На первый взгляд, может показаться, что здесь дела обстоят не так уже и плохо, потому что, ну, он с радостью принимает его. Но если разобраться, то дела здесь, эта почва очень, по-моему, даже хуже, чем первая почва. Это каменистая почва. Это каменистая почва. Подумайте, у луки восьмой главе он тоже объясняет эти притчи. У луки там так и сказано, это слово упало на камень. Там так и сказано, на камень. Что может быть с семенем, которое упало на камень? Матфей говорит, что это каменистая почва, но там немного земли. Значит, для чего это земля? Как вы думаете? Это земля не для того, чтобы на ней сеяли. Это земля для того, чтобы спрятать каменистую почву. Это земля, чтобы скрыть состояние. Там мы сразу видим, что оно при дороге. Там оно наверху лежит, и оно даже не собирается приниматься. Тут ничего нет. Здесь люди, которые говорят, я не хочу, мне это не надо, не дурите мне голову. Окей, оно наверху. Этот нет, этот принимает. Этот принимает. причем тотчас. Но земля там не для этого. Там ничего быть не может. Почему? Потому что почва каменистая. Там камень. Там сердце. Камень. Но этот камень прикрыт немножечко земли. Для чего? Для чего вообще что-то прикрываем? Чтобы скрыть истинную картину. Чтобы скрыть истинную реальность. там нет вообще ничего. Эту землю нельзя обработать. Это камень. Почему? В чем проблема? Потому что здесь нет места для корня. Он временами, в другом месте сказано, он временами, по-моему, тоже у Луки, он временами верует, а временами не верует. Это колеблющийся человек. Почему? Потому что там земля, там нету корня, там нету ничего. Корень, это очень важно. Откройте, это не закрывайте, откройте Ефесяне 3 главу. Если нет корня, человек непостоянен. Сила растения не в его внешности, то, что на земле, а сила растения всегда его корни. И смысл всего корень. Почему корень? Потому что, может, и римляне говорит, что, помни, что, говорит, не ты корень держишь, а корень тебя. Значит, для чего корень? Чтобы держаться, чтобы стоять. Нужно быть укорененным укорененным. Мы сейчас это прочтем. Ефесяне 3 глава. Смотрите. «Да даст вам по богатству славы свои крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Видите, где происходит это зачатие, где происходит во внутреннем человеке. Это ни в коем случае не твой интеллект. Это ни в коем случае не твоя душа. Это твой дух. Шестнадцатый. Внутренний человек это духовный человек. Это сердце. Смотри. «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Для чего? Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. То есть потом, после того, как ты укоренился и потому что после того, как Христос вошел в твое сердце, потом ты можешь постигнуть ширину Божию, высоту Божию. Только потом ты постигаешь что-то. Но ни в коем случае нет до того. Сначала я постигну, а потом я укоренюсь Боге. Но укоренение происходит в сердце. Укоренение происходит в сердце. Но тут нет укоренения. Почему? Потому что там камень. И там нет места для корня. Там все на поверхности. Он не постоянен. Там вообще ничего нет. Христу нужно достелиться в сердце. А там камень. Туда нельзя вселиться. Писание говорит в послании к евреям «Смотрите, чтобы никого у вас не было сердца улукавого». Это лицемерие. Это ложь. Люди обманывают себя. и других. Каким образом? Потому что эта земля не говорит о твоей вере. Эта земля скрывает неверие. Эта земля скрывает каменное сердце. Вы для чего эта земля? Понимаете, что я говорю? Вы не сильно как бы клюйте на это. Он тотчас уверовал. Он уверовал здесь. Потому что в сердце там камень. Но вот это немножко земельки это просто скрывается жестокосердие. Скрывается неверие. Это лицемерие. Это лукавое сердце. Смотрите, чтобы не было сердца лукавого, чтобы у меня наступить от Бога живого. Это люди, которые имеют только вид благочестия, но силы не имеют. Израиль, который видел много, он видел такое, что мы не видели с вами. Может быть, даже никогда не увидим. Вы знаете, как они вышли и как они пошли через море, как они видели все эти чудеса и каждый день они видели этот хлеб. Они все это видели. Воду из скалы каждый день чудеса, каждый день чудеса, каждый день чудеса. Достаточно, чтобы уверовать или нет? Но почему же мы не уверовали, все погибли в пустыне из-за чего? Из-за неверия. Потому что вера не строится на виденном. Вера не строится на виденном. Господь говорит, нужно обратиться ко мне, чтобы я исцелил твои глаза, чтобы я тебе дал мазь глазную, чтобы ты мог видеть. Тогда ты видишь. Это каменистая почва. Сердца каменистая почва. Поэтому для чего я это говорю? Для того, чтобы мы понимали, как Царство Божие входит в нас. Для чего мы это говорим? Для чего? Чтобы мы исследовали себя. Чтобы мы исследовали себя. Как у нас тут с этой почвой? Какая у нас почва? Есть у каждого человека, есть верующий человек, который, да, родился свыше, но у каждого человека есть места в жизни, где где-то он как-то вот эти все эти почвы, они где-то как-то можно применить практически, наверное, к каждому из нас. В некоторых вопросах у нас есть ожесточение. В некоторых вопросах у нас добрая почва. В отношении Иисуса Христа у нас добрая почва, я надеюсь, у всех. И мы уверовали, как мы должны уверовать. Но есть у нас нечто, какие-то areas в нашей жизни, где у нас может быть каменистая почва, может быть, у нас вообще утоптанная дорога. И Бог пытается нам сказать одно и то же уже на протяжении уже 20 лет. Это относится абсолютно ко всем, но по-разному. И мы об этом рассуждаем. А царство, оно должно быть как горчичное зерно, оно должно в нас расти. Оно должно быть как эта женщина, которая взяла три меры руки и бросила туда эту, что, закваску, да? Чтобы оно заквасило все тесто. Оно попало в тебя. Да, царство попало тебе в сердце. Но дальше, но это не конец еще. Оно должно заквасить твою душу и твое тело. Все три меры руки человека должно заквасить. Оно должно заполнить, он должен быть всем во всем. Он должен быть царь в твоей жизни, а не квартирант. Он должен царствовать и в душе твоей, и в мыслях твоих всем сердцем, всей силы, всей душой. То есть возлюбить Бога. Вот это вот смысл. Оно должно распространиться как по принципу этой закваски. Это еще одна тайна царства небесного. Оно попало, но надо, чтобы оно там заквасило тебя все. Чтобы ты мыслил, чтобы ты, чтобы члены тела твоего были предоставлены в равной праведности. Чтобы глаза твои смотрели туда, куда нужно. То есть это процесс. Это процесс. Но у нас этот процесс идет по-разному. В некоторых моментах он идет, в некоторых моментах он буксует. Почему? Потому что мы в некоторых моментах у нас каменистая почва. Прикрыта землей. Наше жестокосердие, наше упрямство, наше непослушание, наше буйство. Оно прикрыто земелькой такое. И даже там травка какая-то растет красивенькая. Но она тоненькая, там камень. и мы буксуем. И мы ходим по пустыне лет сорок. Это такие энтузиасты, люди, которые хотят в Царство Божие войти на ура. Энтузиасты, которые «Эх! Я уверовал и все». Я помню одного, я знал одного человека. Может быть, вы тоже некоторые знаете, поэтому я не буду называть его. Говорит, я поверил буквально две недели, нет, десять дней назад принял водное крещение. Теперь у меня отпало желание курить, у меня отпало желание вообще что-то всякое грешить, у меня даже мыслей плохих нет. У меня просто это отпало, это как шелуха, раз, и отпало. Ну, кончилось тем, что месяца через три-четыре он такой был, горячий, горячий, горячий. Не надо быть горячим, надо быть ревностным. Горячий это, знаете, что быстро накаляется, то быстро отстывает. Надо ревностным быть. это кончилось тем, месяца через три-четыре он по-моему, ну, не по-моему, он там связался с какой-то девицей и кончилось на этом все. Смешно, но это не смешно. Немножко пригрело солнце и семя. Оно немножко поднялось, но пригрело солнце и оно тут же увяло. Почему? Потому что корня нет. Не надо стремиться сразу расти наверх. Почему мы хотим стремиться расти наверх? Ну, чтобы показаться немножечко, чтобы показать, что я вовремя есть. Не, стремиться нужно расти, укореняться, а корень никогда не виден, а сила в корне, а он не виден. А мы хотим видимость. Поэтому мы заботимся то, что на поверхности, а не то, что невидимо. А Царство Божие, оно не работает по такому принципу. На энтузиазме плод не перенесешь. Энтузиазм, он хорошо здесь, но в Царстве он не работает. Знаете, пятилетку в три дня, это, Богу это не нужно. Это не работает здесь. Бог этим не занимается. Богу даже не мы нужны, Богу нужны наши плоды. И это написано, я вам покажу. У Иоанна, открыть, Иоанн, 15 глава, откройте на минуту. У нас должно быть правильное око, чтобы видеть вообще цель, что Бог хочет и для чего вообще это все нужно. Иоанн, 15 глава, 16 стих, не вы меня не избрали, а я вас избрал и поставил вас. Для чего? Чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал. Так вы чего не попросите от Отца во имя мое? Он дал вам. Вот для чего у нас нужды, вот для чего у нас ситуации. У нас нужны не потому, потому что нам избавиться от своих нужд. Нет, через наши нужды, чтобы мы приносили плод правильными молитвами, чтобы эти нужды, чтобы было слава Богу, чтобы был плод для царства. А на энтузиазме, на ура плод не принесешь, потому что что бы ты ни сделал с растением, плод приходит только в свое время, там написано. Как дерево посаженное при воде, псалом номер один, да, помните? Когда все сделано хорошо, что бы ты ни сделал с деревом, что бы ты ни сделал с виноградником, он все равно принесет плод в свое время. В свое время. Это люди на каменистой почве, которые, так называемые, уверовали на каменистой почве. Это люди, не знающие Бога. Это люди душевные. Это люди, имеющие только вид благочестия, но у них нет силы, окей? Потому что Царство Божие, оно не в слове, оно в силе. Это душевные люди, не знающие Бога, не понимающие духовный язык, не знающие голос Божий. следующее, следующее семя, оно упало. Почему мы читаем эту притчу? Это самая как бы основная притча. Если вы не понимаете этой притчи, как вы можете остальные понять? То есть посредством слова, которое здесь как семя, он распространяет Царство. И теперь это слово, оно должно быть принято правильно. И оно должно упасть на правильную почву. Это второе. Третье, это когда слово семя упало, иное упало в тернии в 7 стихе. И выросла терния и заглушила слово, и заглушила его. Он объясняет это в 22 стихе и говорит, посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушают слово. Обратите внимание, о каких заботах идет речь. Забота о семье, о детях, заботы века сего. Что такое забота века сего? О чем заботимся? Забота века сего. Забота о мире, дружба с миром, забота века сего. Посеянное в тернии из-за того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Оно бывает бесплодно. Что такое забота? Подумайте, что забота, это я так, я бы так сказал, что забота, это когда мы берем на себя не свою ответственность. мы берем, я делаю то, что мне не дано делать. Я беру на себя ответственность о тех вещах, о которых у меня нет ответственности. Заботиться, заботиться, это не моя ответственность. Вы помните, откройте вот шестую главу Матфея. Шестая глава Евангелия. Он говорит в 31 стихе, и так не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Смотрите, 32. Потому что всего этого ищут язычники. В данном случае, на сегодня мы говорим, этого всего ищут неверующие люди. 32 стих. Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же Преждецарство. Что он говорит? Вы этого не делаете, что делают они. Почему? Потому что у вас есть Отец, который заботится об этом. Значит, это не твоя забота. Но когда я заботюсь о тех вещах, во что у меня одеться и что есть, я беру на себя ответственность в том, что мне не нужно, что мне не дано. В том, что Бог сам в принципе говорит, это моя ответственность. I take responsibility for this. Это Бог говорит. Зачем ты берешь на себя то, что я взял на себя? Он печется о нас. Да, но эти же люди пекутся о себе. Да, но они сироты, они язычники. У вас же есть Отец. Понимаете? Помните беспризорники? Помните фильм «Республика Шкин»? Беспризорники. Они должны были заботиться о себе. Он на улице бегал ребенок, он должен что-то украсть, что-то заработать, он должен прокормиться себя. Почему? Потому что он беспризорник, у него нет ни отца, ни матери. Если он не достанет себе какую-нибудь булку, он просто умрет с голода. Он должен это делать. Ребенок, у которого есть Отец, он должен это делать или нет? Потому что он вообще заботится на эту тему? Ваш же Отец заботится. Это его ответственность. Он взял на себя эту ответственность. Зачем ребенок берет на себя ответственность, которая, в принципе, возложена на отца? И вот это Христос хочет нам вложить сюда. Не занимайся тем, чем занимается Отец Бог Небесный. Отец Небесный. Поэтому заботы это всего лишь или недоверие Богу, или непонимание вот этих вот ответственностей и функций, потому что Он не просто Бог твой, Он твой Отец. И стало быть, Он исполняет функцию Отца. И одна из них, которых это просто Он печется о всех твоих делах. Поэтому, говорит, возложите все заботы на Него. Почему? Потому что Он печется, Он заботится. Это Его забота. Если мы это не делаем, то что происходит? То эти заботы, они не безобидны. Мало того, что они не безобидны, они достаточно сильны. Они настолько сильны, что они могут заглушить, в принципе, они могут убить слово жизни. И они это делают. Они убивают. Господь послал слово жизни. Это жизнь вечная, это жизнь самого Бога. И она не может справиться с силой этих забот наш. Забота века всего. Посмотрите еще Евангелие от Луки, 21 стих. 21 главу, Евангелие от Луки. Что делают заботы? Это слабое место для нас у всех. Без исключения. В разной степени, потому что мы все здесь хромаем. 21 глава. 24 стих. Какой? Да. Что, пророк? Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, чтобы день тут не постиглась внезапно. Итак, что делают заботы? Смотрите, чтобы сердца ваших не отягчались объедением, пьянством, объедением. И, значит, что делают заботой? Они отягчают сердце. Окей? Посмотрите список этих вещей, что тут на первом месте стоит. Объедение. Объедение, пьянство, заботы. В такой последовательности Господь сказал эти три вещи. Часто вы, наверное, тоже слышали, ну, не часто, можно слышать от верующего человека, ну, что-то сейчас я меня немножко в состоянии не очень. Почему? Осуетился немножко. Бывает такое, да, говорит человек, осуетился. Причем, когда человек такое говорит, он это говорит даже с какой-то, какое-то, какое-то чувство собственного достоинства. Он даже не стесняется говорить, что он осуетился. Он даже не понимает, что он говорит. Так ты уже скажи, что я объелся. ты скажи, что я упился, потому что в принципе это в одном списке. Почему мы боимся сказать, что я упился вчера или позавчера? Почему у тебя плохое состояние? Думаю, ну, я упился и упиваюсь регулярно. так мы не можем сказать. Так нельзя. Ну, ты что? Но сказать, что я суетился, это вообще звучит не так уже и плохо. Дела, заботы, семья, дети. Ерунда это все. Это не семья и не дети. Это заботы века сегодня. Это заботы века сегодня. Это заботы мирские. Это не семья и дети. Не надо обольщать ни себя, ни других. еще посмотрите, что еще делают эти заботы? Дела житейские. Житейские дела. Это не значит, что не нужно делать то, что мы должны делать, но это значит, что все нужно делать правильно, в правильный приоритет. Второе Тимофея. Второе послание Тимофея, второе глава. Второе послание Тимофея. 2 Тимофея, вторая глава, 4 стих. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Еще раз. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Кто у нас военачальник? воин может тоже заниматься делами житейскими. Воин. Воин ни о чем не думает. Воин, когда идет, он думает, где в нем взять пропитание, где нельзя обмундирование, вооружение, патроны, пулемет. у него на эту тему мысли работают? Нет. Это все ему обеспечивает армия, государство. Он освобождается от всех дел. У него задача обнаружить противника и уничтожить противника, чтобы угодить военачальнику. Если он будет связывать себя делами житейскими, если же кто и подвязается, то не увенчается, если не закон, если неправильно будет подвязаться. В какой-то степени духовности, духовном отношении у все в какой-то степени воины. Мы все воюем, мы ведем воины духовные. У нас у всех какой-то фронт, и это отрицать никто не будет, потому что вы имеете дело с нечистыми духами, имеете дело с князем мира сего, вы имеете дело с духовными силами, вы с ними не воюете, вы воюете, чтобы устоять вере, сохранить веру до конца, совершить течение. Это война. При всем том, заботы житейские, они связывают войны. и поэтому он остается без плода, он остается без успеха. Что еще, чем еще характеризуется термия? Это обольщение богатства, это обольщение богатства, вообще слово обольщение, как вам нравится вообще слово обольщение? Обольщение богатства также убивает слово жизни. Яков говорит, что они искушаются, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Значит, когда мы говорим об обольщении, о чем, откуда исходит это обольщение? Они еще раз повторяю, они искушаются, увлекаясь и обольщаясь собственной похоти. Значит, обольщение, оно характеризуется чем? Собственной похотью. Что такое похоть? Похоть это желание плоти. Это плотское желание. То есть твое желание, оно начинает доминировать в тебе. И ты начинаешь делать поступки для того, чтобы исполнить, воплотить это желание в свою жизнь. Это выглядит, я не знаю, как это выглядит, но в принципе с духовной точки зрения, глазами Бога это выглядит так, что ты обольщен, обманут, опьянен, одурманен. Ты обольщенный. Ты искушаешься через обольщение, которое происходит в собственной похотье. И поэтому слово, которое в тебе и лежит там, оно остается без плода. И царство, которое упало в тебе сердце, и есть в тебе сердце, оно там не развивается, оно тебя не заквашивает. Почему? Потому что доминирует в принципе у тебя обольщение, похоть твоя. Ты есть обольщенный, ты ей обман. Вот эти вот вещи, они выбивают слово жизни. Матфей, еще раз, 13 глава, последняя почва, это добрая почва, наконец-то мы добрались от чего-то доброго. Посеянное на доброй почве, 23 стих, на доброй земле, означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен так, что иной приносит плод во сто крат, иной шестьдесят, иной тридцать. Давайте откроем Евангелие от Луки восьмую главу и посмотрим его описание этой почвы. Евангелие от Луки восьмая глава, пятнадцатый стиль. Упадшие на добрую землю это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Видите, в терпении. Это не на энтузиазме, что мы говорили. Плод приносится в терпении. Иаков пятая глава говорит, что земледелец он ожидает плода долго. Он ожидает. Смотрите, что делает слово. И вообще, что делает человек? Не слово, пятнадцатый стих. Он его, услышавши слово, что он делает? Он его хранит в добром и чистом сердце. Что еще делает? И вообще, как приносится? И приносит плод в терпении. В том-то и тайна Царства Небесного, что слово, которое приняли это своего рода живой организм. Ему не нужно помогать. Для слова нужно обеспечить просто условия, чтобы там ничего не было, что мешает ему расти. и это тоже очередная притча. И она записана у Марка в четвертой главе. Это одна из моих любимых притч. Посмотрите, Марк, четвертая глава. 26 стих. Мы иногда делаем то, что не нужно делать, а то, что нужно делать, мы не делаем. Мы принимаем слово и начинаем как бы его что-то с ним делать, чтобы оно росло. А как раз таки делать с ним ничего не нужно. А что нужно делать, то есть обеспечить чистую, например, вот что-то сеешь, обеспечить чистую обстановку, обеспечить чистый environment для этого слова, это вот то, что нам нужно делать, мы этого не делаем. Посмотрите, как он описывает принцип, один из принципов Царства Небесного или Царства Божьего, 26 стих. И сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Что делает человек? Он в принципе ничего не делает. в том-то и дело, что он ничего не делает. Потому что Богу помогать не надо. И Слово Божьему помогать не надо, оно уже идеальное, оно уже сильное, оно уже совершенное. Это Слово Слово Бога, этим Словом Бог сотворил все, что мы видим и все, что мы не видим. Как вы думаете, оно нуждается в какой-то помощи? Думаешь, нет. Но для этого Слова нужно обеспечить правильный environment. Поэтому Петр говорит, отложите всякое лицемерие, ложь, клевету, вторая глава и так далее, и так далее. Примите чистое Слово Слово молоко, могущее возрасте во спасение. То есть, это отложите, сделайте, перед тем, как сеять, пропалите свое сердце, уберите все эти сорняки, уберите это все, тернии, обеспечите это environment для этого слова. И оно само, больше человек не знает, как оно растет. Это тайна. Просается семя, оно умирает. Оно умирает, а потом появляется что-то. Мы не понимаем, как это происходит. Но что мы должны понимать? Мы должны обеспечить правильную обстановку. Он просто его хранит в чистом сердце и потом в терпении ожидает плода. Это как свеча, которую это как свеча, которую человек вносит в дом, в темную комнату. Когда человек вносит свечу в темную комнату, то в этой комнате становится светло. Он не ставит этот свет где-то в угол или не накрывает какой-то коробкой, чтобы закрыть свет. Он ставит на возвышенное место, чтобы свет пришел в темноту, потому что темнота и свет они вместе не могут сосуществовать. Если приходит свет, то темнота уходит. Наше сердце, оно темно, оно темное. Но в это сердце попал свет. Бог озарил нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Туда упал свет истинный. Туда упало Слово Божье. Теперь это слово не нужно прятать в уголок своего сердца. Его нужно поставить на самое видное место. Это слово нужно взять на вооружение. Нужно мыслить по нему. Нужно чувствовать по нему. Нужно руководствоваться. Нужно, чтобы оно осветило всю нашу темную душу. Для чего? Для того, чтобы куда пришел свет, оттуда, чтобы ушла темнота. Вот это наша функция обеспечить чистую и добрую обстановку для этого семени, которая оно само принесет соответствующий в свое время. Окей? Аминь. Встаньте, пожалуйста. Аминь.